Томсо Кадыров тебя рано или поздно поймает. Посмотрим, как ты себя поведешь. В ютубе все герои. Так, с 15-го года уже 7 лет мы ждем. Ну а если они вдруг решат как-то параллельно решать проблему и в Украине, и со мной. Плюс еще добавилась еще одна проблема, головная боль. Это Хасан Халитов, который зовет их в Турцию. Но они никак не могут туда добраться. Очень часто мы слышим обвинение, вот вы головы резали русским солдатам. Можешь сделать развернутое объяснение таким людям, кто здесь пишет? Ведь этим занимались несколько человек из всех войн. Я даже не считаю нужным как-то эту тему, уделять этой теме какое-то отдельное внимание. Так как даже та жестокость, которая была проявлена некоторыми представителями с нашей стороны в отношении русских солдат, эта жестокость проявлена в отношении российских солдат, пришедших на нашу землю воевать с нами. Ну какие тут вообще могут быть разговоры? Да, не поддерживаю абсолютно, не приветствую эту жестокость. Считаю, что нельзя было, конечно, подобным образом поступать. Но как-то перед кем-то оправдываться. Оправдываться перед кем? Захватчиком, который пришел убивать нас на нашей земле. И вот этого, пришедшего к нам, нас убивать на нашей земле, к нему была применена какая-то жестокость. За это перед ним оправдываться? Перед захватчиком? Объяснять ему? Разжевывать? Еще чего? Вообще абсолютно не считаю нужным как-то особо на эту тему разлогольствовать. Наше отношение к этому и так понятно. Не поддерживаем, осуждаем. Но это наша внутренняя дискуссия. Это между нами. Не перед врагом мы должны оправдываться. Извини, пожалуйста, мы вот здесь вот, среди нас были такие люди, они вот какую-то жестокость проявляли. Мы больше так не будем. Да пошли вы в баню. Ты говоришь слова без довода и доказательств. Ты где видел, что можно воевать на стороне Кафедра? Друзья, у меня здесь не канал просвещения, ликвидации исламской безграмотности. Вам нужно просто немножко сиру, например, пророка, мир ему, и благословения Аллаха, прочитать. Если вы даже этой элементарной информацией не знаете, не обладаете, я думаю, вы не готовы к тому, чтобы вести дискуссии на такие темы. Но почитайте, поучите, посмотрите о союзе мусульман с племенем Бану Хорейза, например, с иудейским племенем. Там был военный союз. Они обязывали, этот военный союз обязывал вместе отражать нападение врагов, неважно, на кого бы они нападали. Посмотрите вообще, как началась освободительная война в Мекке. Почему мусульмане нарушили, точнее прекратили действия худайбийского перемирия? Потому что было совершено нападение урайшитами на союзников мусульман. И это союзники эти были не мусульмане племена. Это настолько открытая, элементарная информация. Если даже эти вещи нужно разжевывать, это немножко не тот уровень. И мой канал, я здесь не этим занимаюсь. Пожалуйста, сначала какие-то азы, наберитесь этих знаний. Потом можно будет о чем-то говорить. Томсо Кадыров тебя рано или поздно поймает. Посмотрим, как ты себя поведешь в Ютубе все герои. Так, с 15-го года уже 7 лет мы ждем. 7 лет он меня ловит. Кстати говоря, хочу еще напомнить. 9 марта было 3 года исполнилось, как мне была официально, публично объявлена кровная месть Магомедом Иудовым, председателем Кадыровского парламента. Так что в общей сложности они 7 лет меня уже ловят, останавливают. 3 года, как они уже публично это объявили, что они меня остановят. Но я, как вы видите, до сих пор жив, здоров. И продолжаю быть героем в Ютубе, как ты сказал. Была даже попытка ко мне. Прислали человека с молотком. Он пытался меня остановить. Но в итоге с этим же молотком отправился в шведскую тюрьму. Так что, ну посмотрим, пускай пробуют. Сейчас, я думаю, им немножко не до этого. У них проблема посерьезнее сейчас в Украине. Там ими удобряют украинскую землю. Поэтому пусть они сначала с этой проблемой разберутся. Ну а если они вдруг решат как-то параллельно решать проблему и в Украине, и со мной. Плюс еще добавилась еще одна проблема. Головная боль это Хасан Халитов, который зовет их в Турцию. Но они никак не могут туда добраться. Короче, проблем у них полно. В общем, если у них будет время всеми этими проблемами заняться, то милости просим. Рамзан, когда ты до Киева уже дойдешь, за это время можно было даже ползком уже добраться. Наш народ за вас молится, чтобы вы там все сдохли. Рамзан, мы благодарны за операцию. Нохчиц и Цандер. Россия никого не отпускала никогда добровольно. Сами не живут, другим не дают. США или Европа кого-то держит в оккупации? Нет. А вот Россия держит веками все мало земли. Хотя полмира забрала. Ну, я бы воздержался от проведения каких-то параллелей с какими-то другими странами. В целом, у нас проблема с Россией, и мы поэтому заняты именно этой проблемой, говорим о ней. И не эти попытки переключения нашего внимания на какие-то другие проблемы, другие страны. А вот посмотрите, что Америка сделала в Ираке. А вот посмотрите на Ливию. А вот Сирия. Давайте, дорогие друзья, вы смотрите там в Сирии, смотрите в Ираке, смотрите. Нам есть куда смотреть. У нас проблема не с Америкой, наша проблема не в Ираке, наша проблема в Чечне, вполне с конкретной страной. И вполне уже давно, 400 лет, как эта проблема существует. Поэтому не стоит нас переключать на какие-то другие, безусловно, острые проблемы в этом мире. Но все-таки своя проблема, она более болезненная для каждого человека. Вот пример того. Скажи, что США делает с мусульманами в этом мире, и так далее. Вот это вот и есть такие попытки переключить наше внимание. Не поднимайся сюда. Иди, потом в конце эфира придешь. Покажем тебе. Сейчас слишком рано. Вот это и есть попытки переключения нашего внимания. А что там происходит в Газии? А что там Америка делает в Ливии? А вот что она сделала там? Что сделала там? Вот у нас, если будет проблема с Америкой, мы поговорим о Америке. У нас проблема с Россией. И не стоит переключать наше внимание на... Пытаться переключить наше внимание на Америку. Все равно у вас это сделать не получится. Хотя мы можем, конечно, порассуждать на эти темы. Это всему есть свое время. Тема, когда она актуальна, тогда о ней и нужно говорить. Когда здесь и сейчас идет война в Украине, когда Россия напала на Украину и убивает украинцев, говорить о том же, что Америка делала в Ираке или в Афганистане или в Ливии, ну, это как минимум очень дешевая попытка отвлечения внимания от конкретно сегодняшней проблемы. А так, в целом, темы не закрыты. Хотите поговорить о вторжении Америки в Ирак? Никаких проблем. Только в другой раз. Назначьте время, поговорим и об этом. Субтитры подогнал «Симон»